Его императорское величество, государь Николай Павлович и военный министр, граф Чернышов. Всё готово, сестра? Брат скоро будет, мы проводим тебя до Толбухина маяка. Море покойно, погода отменная. Эх, как бы ни дела, уплыл бы с тобой и дальше. Да он Александр Иванович не пустит. Никак нет, Ваше Величество, не пущу. У вас, смотрю, всё траур о несчастном Таити. Завидует постоянству твоим умонами. И вправду оценила его не в пример нам, грубым солдатам. Что там, Слово, Александр Иванович? Расскажи, государы, новости. Да никаких, походу, вестей нет. Виновный взятый под стражу, идёт следственным. Не утруждаетесь, Александр Иванович. Военный министр в офицере интересуется. Не так ли, Александр Иванович? Армии урон. Хоть и неважный был вояка, а? Молодость, Ваше Величество. Молодости свойственно себя афишировать, а не о глубине дела стараться. Опытный солдат бережёт себя. Сложной храбростью не бравирует. Вот тут и что. Полно таится, Александра Ивановна. Я твою привязанность уважаю. Да и сам таланты чту, не думай. Только что ж талант? Я в тонкости не вхожу. Но по мне, если ты с талантом, то будь гражданин, служи отечеству, вот главное. А если дурное проповедовать, то по мне лучше без таланта. То талант лишь усилит дурное. Мы уже дискуссировали с вами эту тему. Не хочу вас больше обременять ей. Вот Александр Иванович в прошлый раз говорил, я поняла. Дела империи включают в себя за один день событий столько, что случай с одним офицером, это всего лишь капля в море. Истина так, государыня. Каждый мой утренний доклад, к примеру, содержит столь... Ну отчего же? Нет, не так. Судьба последнего моего крестьянина занимает меня. Великая из малого строится. Всякая русская жизнь, в школе дано Богом мне за нее отвечать, вот здесь лежит. Жалею, жалею о нем, что говорить. Молод был, еще перебесился бы. Однако, Давича, вы как будто резко отозвались. Да ведь как не резко, сестра? Я и теперь думаю, для пользы его отсюда отправили. Взять за моду презрение к человечеству, точить все ядом, возбуждать одно неверие до сомнения. У нас и без того хватает и похондриков, и мизантропов. Ум его был развращенный и испорченный. Я с одной надеждой его посылал, чтобы прочистил мозги да понял, какова жизнь на самом деле. Кто же виноват? Кто виноват, что и там вместо дела нашел себе занятие в злословии и на смешках над своими же товарищами? Опять Никс? О мертвых или хорошо, или ничего. Я право не хотела вас утруждать. Вот видишь, как они? Жалостливы. А я же всток. А я в прошлый раз легко его воротил. Хотя стишки были мерзкие. Да что мерзкие, преступные. А пушкинское-то кончение. Вспомните-ка. Да за одни таковы стишки. Да ладно. Вредный был мальчик, что говорить. И дерзок непомерно, и нечестен. Да. Зимой-то в отпуск просился. Бабушкой умолял. Здоровьем ее. А приехал. На балах явился. Бабушку забыл. И опять делал вызовы свои Свету. Разве не так? Да бог с ним. Не он один такую моду взял. Мне другое обидно. Если ты писатель. Выразитель общества. Так умей понять. Умей увидеть. Подхвати идеал. Возьми не сукина сына в герой этого времени. Не себе любца. Не ипохондрика. А истинного героя. Человека широкого, русского деятеля. Я помню читал, так думал он этого... Кавказца. Как его? Старик-то там у него. Максим Максимович. Вот. Думал он этого Максима Максимовича героем этого времени обрисует. А он? Развею он этого кавказца. Расширь. Вот и вышел бы герой. Простой, честный, добрый человек. Воин, труженик. Вера, правда, терпение. На каких Руси стоит. Да только нашим испорченным умам нечто такие герои по душе. Каков сам, таков и герой. Герой нашего времени. Это не без иронии названо. Насмешка? Спасибо, над Господом еще не смеются. Кто-то молвил, однако, что развеясь его таланты, он мог бы заменить Пушкина, если дать ему направление. Он бы он повторил Пушкина. Куда больше. А направление давали ему. Но они же у нас, либералы-то наши, гнуться не хотят, скорее переломятся. Нет, не люблю этого нытья. Не люблю. Будьте добрее, Николя. Я не добр? Ну, не знаю. Я не добр, Александр Иванович. Добрее было бы невозможно. Да бог с ним. Много об этом говорим. Я его простил и не сержусь. Земля ему пухом. Отчего же не сделать этого раньше? Простите. Не заставляйте меня, Александрин, говорить то, что я не должен говорить. Мы тебя ждем, сестра. Комната. Ну, а значит, я не буду очень красивенько.